Друзья, добрый день! Это кулинарный канал Наталья Горбачёвой. Сегодня готовлю мясной рулет. Блюдо из простых ингредиентов, подходит для повседневного меню и на праздничном столе выглядит эффектно. Фарш и начинку можно приготовить заранее, за день-два до праздника, а в день застолья рулет останется только запечь. Блюдо вкусное, красивое, не требует много времени и сил и просто готовится. Мне понадобится мясной фарш, а для начинки болгарский перец, лук и маринованные огурцы. Я начну сразу с начинки. Наливаю на сковороду масло, лук и перцы режу кубиками и готовлю на сковороде 10-15 минут на слабом огне, чтобы овощи слегка обмякли. Затем даю им остыть. Еще для начинки я использую соленые огурцы. Заготавливаю их на зиму уже несколько лет по одному и тому же рецепту. Мне он очень нравится. Во-первых, рецепт простой, без стерилизации, закатки и так далее. В маринаде нет уксуса, а в качестве консерванта – горчица. Огурцы прекрасно стоят в холодильнике всю зиму. В отличие от обычных маринованных огурцов, которые в открытой банке долго не хранятся даже в холодильнике. Банка закрывается обычной пластиковой крышкой и при желании огурцами из одной-двух банок можно пользоваться всю зиму. Огурчики остаются вкусными, плотными и хрустящими. Ссылку на этот рецепт я, конечно, оставлю в описании под этим роликом. Огурцы режу кубиками и соединяю с остывшими овощами, перцем и луком. Фарш для рулета можно использовать любой, даже готовый. Я буду делать домашний фарш. Взяла для него филе бедра индейки и филе куриной грудки. Если будете делать фарш с индейкой, то рекомендую брать мясо именно с бедра или колени, потому что с филе грудки фарш получается немного другой консистенции, менее плотным. Мясо я прокручиваю с луком и чесноком. Добавляю столовую ложку отрубей. У меня овсяные отруби. Подойдут обычные панировочные сухари, у меня их просто не оказалось. Разбиваю яйцо, солю и вымешиваю фарш до однородности. Затем распределяю его на фольге. Делаю прямоугольный пласт толщиной примерно в палец. Сверху выкладываю начинку. С той стороны, куда будет скручиваться рулет, оставляю немного места. Начинку слегка придавливаю и аккуратно с помощью фольги начинаю заворачивать с одного края. Лучше брать два слоя фольги, чтобы она не порвалась. Но у меня фольга неожиданно кончилась как раз на этом видео, поэтому я использую один слой. После последний день. Поехали в основе crazy. Для вас разберите. До стол жизни призывать sweet 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 sweet. В layer bon DF, если сам один – приобретение немного сухарты. Рулет скручиваю как можно плотнее, закрываю по бокам и выкладываю в форму. Для моего рулета идеально подошла форма для кекса 11 на 25 см, но можно запекать и в другой форме, либо просто на противне. Рулет печется в течение 50-60 минут при 180-190 градусах. Минут через 30-40 верхний слой фольги можно надорвать, рулет раскрыть и допечь в таком виде, чтобы верх подрумянился. Для украшения можно присыпать кунжутом. Готовый рулет вынимаю из фольги, он хорошо держит форму. Перекладываю на тарелку, немного остывшие нарезаю на кусочки. Перцы в рулете сохраняют свою упругость, в отличие от, например, тушеных овощей. Но это совсем не напрягает, а даже напротив дает дополнительные вкусовые ощущения. Перцы придают блюду аромат, а огурцы сочность. Рекомендую попробовать такой рулетик. Поделитесь этим рецептом с друзьями, возможно, им он пригодится. Буду рада, если заглянете на мой канал. Фото ваших блюд, приготовленных по моим видео, можно выкладывать в моих группах ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Все ссылочки находятся внизу под видео. А тексты рецептов читайте на сайте едемкашу.ру Готовьте просто и с удовольствием! Субтитры создавал DimaTorzok